Когда заводят речь о шотландских терьерах, то сразу вспоминается черная собака рядом с белой на этикетке виски. Сила рекламы. По этой причине почти всегда West Highland White Terrier ассоциируется со скотч-терьером. Этот факт вполне устраивает производителей виски, но не историю собаководства. West Highland White Terrier для друзей в Весте не имеет ничего общего со скотч-терьером. Хотя это тоже шотландский терьер, ему весьма близкий. У них общее происхождение, они занимались одним делом, а относительно внешнего вида достаточно взглянуть на экран. Реклама может говорить то, что хочет. Но с точки зрения собаководства, у Керн-терьера высокая степень родства с белоснежным Вести. И они будут спутниками в нашем небольшом путешествии, которое мы совершим вместе. Вести и Керн-терьеры Цель нашего путешествия, естественно, Шотландии. Здесь родились обе породы. Но каково истинное происхождение терьеров? Назвать конкретные места и даты нелегко. Низкие собаки используются для норной охоты с древнейших времен. Вероятно, терьер появился в результате скрещивания английских коротконогих ищеек с собаками неопределенных пород, которые использовались в деревне для ловли крыс. У Вест-Хайленд-Уайт-терьера и Керн-терьера общий предок – скай-терьер, для которого они были первоначально короткошерстной разновидностью. В Шотландии всегда любили скай-терьера. Эту породу обожала королева Виктория. В конце 1909 года эту разновидность так и называли – краткошерстный скай-терьер. Эта собака оказалась очень подходящей для решения особой задачи. В Шотландии межа отмечается кучей камней, называемой пагельский керн, который служит прекрасным укрытием для лис и барсуков. Звери прятались в глубоких норах между камнями, откуда их нелегко было достать. Маленькие терьеры показали себя смелыми бойцами. Они выгоняли зверей из укрытия под ноги ждавших их охотников. Таким образом, в начале 20 века краткошерстный скай-терьер превратился в керн-терьера, позаимствовав имя у камней, среди которых он охотился. Что касается Уэсти, то первоначально это были щенки керн-терьера, родившиеся с белым окрасом, но у них не было имени. Да и порода такой не существовало, потому что охотники не брали белых щенков. Долгое время белые щенята, которых считали альбиносами и генетически дефективными, без лишних разговоров уничтожались. Удача будущих в Уэсти напрямую связана с несчастьем другого терьера, любимца полковника Малколма, известного охотника и любителя собак. У того терьера был рыжеватый окрас, и его хозяин допустил непростительную ошибку, приняв его за лисицу, на которую он охотился. Огорченный несчастьем, полковник решает, что норные собаки должны быть светлого окраса, чтобы избежать повторения трагедии, стоившей жизни его собаки. Так на его псарне судьба белых щенков радикально изменилась. Они теперь не только не уничтожались, а наоборот, их одних сохраняли и относились к ним с особой заботой. Сначала этих собак называли линтии, то есть льняны, или полталахтерьеры, по названию имения полковника. Затем их скрестили с силихимтерьером, чтобы закрепить белый цвет. В 1905 году за породой было закреплено название «West Highland White Terrier». А с 1924 года за породой признавался только белый окрас. Таким образом, по происхождению, керн и уэститерьеры принадлежали к одной породе и различались только цветом. Однако со временем обе породы приобрели четко определенные черты. «West Highland White Terrier» стал самой рафинированной собакой. Особая выставочная подготовка сделала его действительно единственным в мире. Одной его белоснежной головы уже достаточно, чтобы произвести впечатление. Дело дополнила известная марка виски, распространив по всему свету изображение белого шотландца. Керн-терьер, наоборот, сохранил неизменный свой простецкий вид и внешность труженика, как этого требует стандарт. На сегодняшний день уэсти распространен больше как комнатная собака, нежели охотничья, тогда как керн-терьеры по-прежнему любят охотники в его обычном окрасе, потому у своих собак они любят вид более сельский и рабочий. Но даже он начинает находить ценителей, которым он нужен для дома и выставок. Если бы потребовалось в одном слове дать определение вэсти и керн-терьеров, то самым подходящим словом было бы «динамичность». Эти маленькие терьеры на самом деле удивительно подвижны и резвы. Чего не подумаешь, разглядывая несколько меланхолический вид уэсти. Но стоит только представиться возможности, как даже белоснежный пьеро со своим задумчивым видом превращается в неистового бесенка. К счастью, обе породы имеют важное достоинство. Они с лету понимают, когда можно пошалить, а когда надо вести себя хорошо. Хорошо воспитанные взрослые вэсти и керн-терьеры ведут себя пристойно дома и на прогулке безупречно ходят на поводке. Конечно, такого нельзя ожидать от щенков, у которых в жизни две задачи. Заниматься пустяками и беситься, как чертята. В действительности все щенки неистовы и бесенята. А также правда, что маленькие вэсти более смирные, чем керн-терьеры. Вернее, как бы они не были веселы и энергичны, они способны остановиться на несколько секунд, чтобы не свести с ума нашего оператора. А вот от керн-терьеров буквально голова идет кругом. Чтобы получить их фотографию, необходимо прибегать к замедленной съемке, потому что при нормальной съемке они вот такие. Какие-либо попытки остановить их бесполезны. Попробуйте их посадить в таз. Одного сажаешь, двое убегают. Даже не пытайтесь купить их с помощью игрушек. Они их заинтересуют максимум на две секунды. Вокруг же целый мир, который они намерены весь осмотреть в ближайшие пять минут. И хотя керн-терьеры обожают человеческое общество и стремятся к нему, малыши, как только оказываются на руках, от него устают. Им требуется куда-то бежать и что-то исследовать на самых, казалось бы, затерянных тропинках. Их девиз – мы терьеры. Ничто нас не остановит. В конце концов, наш оператор использовал последнюю возможность. Собрал всех щенков в огороженном месте. Он еще не знал, что при приближении телекамеры у них появится вот такая реакция. Итак, вести не такие сумасшедшие, как керн-терьеры, и не такие дерзкие. Если керн-терьеры без малейшего опасения бросаются на телекамеру, то вести борются с желанием поиграть и с опасением перед таинственным предметом, наставленным прямо на них. Естественно, что инстинктивным порывам щенков противодействует обстановка, в которой они живут, и, конечно, поведение хозяина. Маленький вести должен получить правильное воспитание и научиться жить в обществе, знать этот мир и его обитателей. Таким образом, его характер сформируется так, чтобы он мог управлять своим инстинктом терьера, отважного исследователя. Его охотничья природа требует скорейшего ознакомления со всем, что встречается на его пути. Настойчивого преодоления любых джунглей, пусть самых непроходимых. Но напоминаем, что бесстрашие не означает быть невоспитанным и агрессивным. У породистого, хорошо воспитанного Уэст-Хайленд-Уайт-Терьера прекрасный характер. Игривый и дружелюбный к людям и животным. Заметьте, у породистого. Дело в том, что Уэсти, в отличие от Кэрн-Терьера, порода, которая уже давно в моде, широко распространенная и пользующаяся спросом. Для породы это, конечно, нехорошо, потому что мода требует большого количества щенков, что для собаководов означает снижение качества. Для получения красивых, с хорошим характером собак требуются серьезные отношения, компетентность и сознательность, достоинства которых не достает тем, кто производит собак на продажу. Так появляются явно уродливые, пустобрехи, а то и кусачие Уэсти. Но нельзя их считать настоящими Уэсти. Они только внешне напоминают любимую нами породу. Дело в том, что Уэсти завоевала всемирное признание за свой игривый и общительный характер, а не только за свою несомненную красоту. Это действенное противострессовое средство. Именно это свойство привело к производству большого числа собак, которые не снимают стресс, а его вызывают. Для человека неискушенного трудно отличить щенка безродного от настоящего породистого. Как уменьшить риск ошибки? Если нам нужен Уэст Хайленд Уайт Терьер, то следует обращаться только к хорошим признанным заводчикам. То же самое можно сказать и тем, кто хочет иметь Кэрн Терьера. Хотя он, к его счастью, не стал и, возможно, никогда не станет модной собакой. Поэтому в продаже меньше щенков сомнительного происхождения и нелегального импорта. Кэрн Терьера можно приобрести почти исключительно у людей, которые любят эту породу и разводят их серьезно и с увлечением. Рассказывая о неистовой щенячьей радости, мы, возможно, кого-то озадачили. В действительности период необузданной, забавной активности скорее короток, и когда он заканчивается, то вызывает обычное сожаление. Шотландские Терьеры, оставаясь веселыми и энергичными до преклонного возраста, быстро учатся держать себя в рамках приличного поведения. Но им надо объяснить эти рамки. Эти собаки маленькие снаружи, но большие внутри. Другими словами, темперамента им не занимать. Если к этому добавить большой ум, то у нас получается собака, способная слету понять, что, как и когда можно использовать в своих целях, и что, наоборот, следует соблюдать и уважать. Классическим примером может служить отказ от приема пищи. Некоторые собаки замечают, что стоит отворотить нос от миски, как им предлагается целый ряд деликатесов, среди которых можно выбирать по собственному настроению. Со временем собаки становятся такими привередливыми, что отказываются есть, пока перед ними не выложат развернутое меню, и не накроют так, как в шуточной форме показано в нашей интермедии. Но осторожно, собака с плохим аппетитом – это не шутка, а настоящее беспокойство для хозяина. Только не давайте себя водить за нос. Терьеры – очень настойчивые собаки с самого детства. Чтобы понять это, достаточно посмотреть следующую сцену. Влезать по лестнице – дело простое, а вот спуск становится настоящей проблемой. Хозяйка играет с другими щенками, а ему просто необходимо тоже получить эту красную игрушку. Первая попытка – с визгом и страхом. Но игрушка не долетела. Тогда щенок решается идти ва-банк, вооружившись девизом «Кто хочет, тот добьется». Объединенные усилия смелости и упрямства дают желаемый результат. И именно в тот момент, когда совместными действиями хозяйки и мамы игрушка оказывается наверху лестницы. Может, кто-нибудь другой был бы обескуражен, но только не маленький Уэсти, который снова решительно взбирается на ступеньку. Вот такой характер у терьеров. Этот маленький пример позволяет понять, какие они решительные и настойчивые, способные на все, чтобы добиться своей цели, даже если эта цель недостижима. Очень важно уметь управлять с лаской и твердостью такими темпераментными собаками. В этом случае ваши друзья станут послушными и воспитанными домашними собаками. Но если хозяин окажется со слабым характером и слишком многое позволяет, то обратный результат гарантирован. Собаки не станут подчиняться нашим командам, превратятся в маленьких деспотов и будут устраивать постоянные стычки со своим хозяином, из которых будут выходить победителями. Мы пошутили. Этот молодой кэрн-терьер со своей хозяйкой не ссорится. Он только начинает курс дрессировки. Поскольку он только начинающий ученик, то часто ошибается, а может быть и капризничает, но все же он настоящий терьер. Когда ты в ударе, вот что ты можешь, и тут несколько недель дрессировки бессильны. Вести и кэрн-терьеры отличаются большой сообразительностью и исполнительностью. Они легко осваивают не только простые, но и сложные упражнения. Если вам не нужен спортивный чемпион, ничего страшного. Они принесут вам много пользы, как простые спутники жизни. Эти собаки в зрелом возрасте становятся более уравновешенными. Вести в большей степени, чем кэрн-терьеры. Вы будете удивлены, с каким вниманием они будут следить за всеми аспектами нашей жизни и иногда будут проявлять себя смелее, чем мы. Если кому-то в семье будет нездоровиться, первое это заметит собака. Если потребуется посидеть с детьми, собака выполнит роль няни с огромным терпением, перенося самые разные приставания и не только от человеческих щенков. Но есть и обратная сторона медали. Если даже случайно мы ее обидим, то она этого так не оставит. Стоит только опоздать с подачи миски с едой, и никакие извинения не принимаются. Вы увидите эти оскорбленные глаза и обиженную морду. К сожалению, вид, который они считают ужасно строгим и сердитым, в наших глазах выглядит смешным и нежным. А теперь пора поговорить о красоте. Характер в собаке – вещь важная, но важен и внешний вид. Сначала рассмотрим стандарт West Highland White Terrier. Он должен быть крепкого сложения, с глубокой грудной клеткой и длинными ребрами. У него прямая ровная спина и мощные мускулистые конечности. Пример сочетания силы и ловкости в хорошо сбалансированном теле. Допустимый окрас чисто белый. Рост около 28 см в холке. Голова вся покрыта шерстью. Череп слегка выпуклый в виде горки. Расстояние от затылка до глаз несколько больше длины морды. Голова расположена под прямым углом к шее. Она не должна быть вытянута вперед, как продолжение шеи. Морда полная, но не облегченная или слабо очерченная, постепенно сужающаяся от глаз к мочке носа. Переход от лба к носу явный. Глаза широко посаженные, средней величины темные. Уши маленькие, торчащие с острыми кончиками. Мочка носа черная, достаточно широкая, с однородным всей морде контуром. Шея достаточной длины для правильного размещения головы, мускулистая, расширяется гармонично, естественно переходит в плечи. Плечи с хорошим наклоном и с отступом, с широкими лопатками, хорошо прилегающими к грудной клетке. Локти прижаты к телу. Это облегчает движение передних лап параллельно корпусу. Лапы короткие, мускулистые, прямые, густо покрытые жесткой шерстью, совершенно вертикальные при виде спереди и сзади. Круп сильный, мускулистый и в верхней части широкий, плюсны под правильным углом, гибкие, расположенные под телом таким образом, чтобы быть близко друг к другу в покое и в движении. Хвост длиной от 12,5 до 15 см, покрыт жесткой шерстью, без подвеса. Как можно более прямой, держится бодро, но не чересчур задорно и не закинут на спину. Прежде чем перейти к стандарту керн-терьера, развеем еще одно расхожее мнение относительно терьеров. Их часто описывают жестокими в схватках с другими собаками. Правда, что характер у терьеров горячий, и вспыхивают они мгновенно, но если собака хорошо воспитана, то может ужиться с кем угодно. Поэтому относительно просто держать в доме нескольких собак. Собран большой положительный опыт, и мы его рекомендуем всем любителям собак. Самое главное, чтобы человек оставался ключевой фигурой для всех собак. Если собаки слушаются хозяина, то одного его присутствия достаточно, чтобы все шло нормально. Это правило действует и при совместной жизни собак и кошек, что трудно представить из обычного жизненного опыта. Конечно, эти уэсти не проявили бы такого равнодушия к незнакомым кошкам. Но нельзя требовать невозможного от жизни и от терьеров. Наши маленькие шотландцы хорошо живут вместе с собаками других видов, если они спокойных пород и не такие горячие, как терьеры. Этому щенку пиренейского мастина только 50 дней. И он чуть больше взрослого в эсте, но дружба между ними сохранится и тогда, когда он станет большим. Собачье сообщество не обращает внимания на размеры и физическую силу. Закон сильного – это скорее закон человеческий, нежели собачий. Собаки уважают возраст, опыт и ум. Может быть, нам стоит взять с них пример? Теперь мы можем перейти к стандарту керн-терьера, у которого вид живого, задорного рабочего терьера. Он крепко опирается на передние лапы, у него сильный круп и глубокая грудная клетка. Голова небольшая, пропорционально размерам тела. Череп широкий, заметная впадина между глазами, переход явно выражен. Мочка носа черная. Голова покрыта длинной шерстью. Глаза широко и глубоко посажены, средней величины темного цвета. Уши маленькие. Остроконечные и стоячие. Отстоят широко и не густо покрыты шерстью. Шея хорошо поставленная, не короткая. Лапы средней длины, с хорошим костяком, не слишком тяжелые, покрыты жесткой шерстью. Хвост короткий, пропорциональный, с хорошей шерстью, но без подвеса. Держится энергично, но не должен загибаться на спину. Движения свободны. Передние лапы продвинуты вперед, а задние делают сильный толчок. Локти должны быть хорошо прижаты к ребрам. Плюсные не должны быть расположены ни близко, ни далеко друг от друга. Шерсть должна быть густой, с мягким подшерстком и с обильным уборным волосом, жестким, но не грубым. Рост в загривке от 28 до 31 сантиметра должен быть пропорционален весу. Идеальный вес между 6 и 7,5 килограммами. На этом наше маленькое путешествие заканчивается. Конечно, одного фильма недостаточно, чтобы подробно рассказать о двух собачьих породах. Мы постарались вам представить Уэсти и Кэрн-терьеров чуть шире, чем можно узнать, глядя на простую фотографию. Нельзя выбирать себе собаку, только опираясь на ее внешний вид. Именно в характере заложена разница, которая делает одну вашим незабываемым спутником на долгие годы, а с другой вам так и не удается установить хорошее отношение. Характер у терьеров несколько особенный. Они или любят, или ненавидят. Середина у них практически не бывает. Но, конечно, не нам решать. Мы можем только показать некоторые нюансы. Мы это сделали, нам остается только попрощаться и уходить. Редактор субтитров А.Семкин